В этом году в финал 9-й Республиканской Олимпиады юных изобретателей Кулибина 21 века вышли более 50 одаренных школьников. Что немаловажно, на конкурсе по традиции представлены почти все города Татарстана. Причем география с каждым годом расширяется. Организаторам важно выявить таланты в самых отдаленных уголках республики. Официальную часть финала конкурса разбавили творческие коллективы Инженерного института КФУ. Кстати, у победителей учащихся 11-х классов при поступлении туда будут преимущества. Те, кто не первый год участвует, 7-й, 8-й класс, мы ежегодно с ними встречаемся. Видим, что первый год может быть робототехник, второй год это машиностроение, третий год сельскохозяйство. То есть видим, что ребята свои знания расширяют и становится и разработок больше. И соответственно мы стремимся, чтобы эти звездочки поступали к нам в Казанский федеральный университет. Свои преимущества будут и у школьников младших классов. До вузов им пока далеко, а вот IT-лицей КФУ с радостью откроет двери юным инженерам. Приемная комиссия имеет возможность рассматривать достижения индивидуально. То есть это Олимпиады, республиканского уровня, разнообразные конкурсы. Но этим занимается приемная комиссия. Самая ответственная часть Олимпиады – защита проектов. Не обязательно, чтобы работы обладали мировой новизной. Главное – нестандартный подход к решению технических задач. К примеру, изобретение учащегося девятого класса – детский электромобиль. Я его создал, чтобы показать детям с ранних возрастов, что за электромобилями стоит будущее. Потому что сейчас мы видим нашу ситуацию в мире. То есть машины на бензине и дизеле, они очень сильно загрязняют нашу окружающую среду. Электромобили могли бы помочь нам с этой проблемой. За всю историю Олимпиады около 20 школьников сумели запатентовать свои изобретения. По словам организаторов, также важно приучать молодых талантов к тому, что за свой интеллектуальный труд они должны получать достойную оплату. На конкурсе их ждет символическое вознаграждение. Однако именно он может стать началом для будущих крупных достижений. И мы надеемся, что наши детки, когда поступят в какой-то технический вуз или пойдут на завод, они уже будут иметь представление, что такое рационализационное предложение. Они будут уже творчески подготовлены, будут иметь неопределенные знания. И им как-то будет легче влиться в производство и занять достойное место уже вот там на производстве. Диана Вакен, Роман Самарин, Универ Ньюс.